Фестиваль Сны и улиц называют визитной карточкой Тюмени и брендом Уральского федерального округа. Однако этот культурный праздник известен далеко за пределами не только Урала, но даже и России. Не случайно именуется международным. Традиционно фестиваль проходит в День города. Не станет исключением и этот год. Сны и улиц состоятся уже в 16-й раз. Подробнее о том, как это будет, обсудим сегодня от программы «Интервью». Здравствуйте, меня зовут Дарья Власова. Мой гость – художник театра «Мимикрия» Маша Хайбулина. Маша, привет! Привет! Ну, начнем с главного. Из-за коронавируса пришлось опять изменить формат фестиваля. В прошлом году он проходил во дворах, что было тоже нетипично. Как будет в этом? Еще все ужесточили, я так понимаю? Ну да, ужесточили. Будет трансляция. Слава богу, будет трансляция. Смогут посмотреть хотя бы онлайн. Я думаю, что… Ну, желательно. Советую всем смотреть, потому что, как обычно, это удивительные люди с удивительной энергетикой. Это, как всегда, новые форматы. Это, как всегда, ну, плюс площадки, о которых я не могу говорить. Новые для нас какие-то неожиданные места. И, соответственно, все это вместе, я думаю, что даже в онлайне будет круто выглядеть. Ну-ка, расскажи про людей, которые выступят на фестивале. Вообще, коллективы откуда приедут? Какие? География обширная в этом году? Ну, это, в основном, центральная часть России. Приедет коллектив «Небесная карусель». Помимо всего прочего, они еще проведут небольшую благотворительную акцию в одном из медицинских учреждений Тюмени. И плюс еще приедут небольшие коллективы, в основном, детские. Ну, то есть, не детские в смысле участников, а с контентом детским, с таким семейным. Именно для того, чтобы такие вот маленькие прекрасные спектакли. Из-за рубежа кто-то будет или сложно сейчас в условиях кондомене? Сложно, да. У нас интересного, как бы, зарубежного коллектива не будет в программе. Но зато сейчас театр «Мимикрия» готовится в параллели со «Снами улицы» к осенней постановке совместно с Германией, с немецким режиссером. Приехал немецкий режиссер и с художницей. И вот сейчас каждый день у них есть репетиции в параллели с подготовкой к фестивалю. Мы еще готовимся к осенней премьере. На фестивале вы ничего новенького не покажете или старенького? Нет, мы приняли решение, что все-таки не будем мучиться и мучить себя. И, в общем, учитывая маленькие площадки, чтобы их не осваивать заново, мы приняли решение, что мы, как бы, откажемся от того, чтобы показать спектакль. Будем готовиться к нему. Только организаторы, да? Ну да, как организаторы, потому что это отнимает действительно всегда много сил. Но так получилось, что мы не можем. В общем, всегда все равно что-то появится. И у нас будет спектакль. Ну, это спектакль про имминацию вместо нас с горожанами под названием «Легенда о реке», в котором, конечно же, мы примем активное участие. Я как художник, Полина Захарова как режиссер, все актеры пойдут вместе. И это будет рассказана большая история, проделана гигантская работа. Это же работа, в частности, такая лабораторная, если можно так сказать. Вы там набирали горожан, они к вам ходят на мастер-классы, на какие-то... Как это вообще происходит? И может ли кто-то еще присоединиться? Вот неделька осталась. Да, могут присоединиться. Мы практически каждый день до следующей недели, с понедельника по пятницу, будем встречаться в арт-мастерской на набережной. Возле конторы, да? Возле конторы, да. Мы там будем, получается, продолжать делать рыбок. Мы их уже сделали, там висит... Если кто-то захочет посмотреть, как это выглядит, можно прийти туда, и там под куполом висят вот эти вот наши фантастические рыбы, кораблики. И мы встречаемся. Сначала мы рисовали эскизы, выбирали, думали, как это сделать, потом переходили в 3D-формат. Из разных, как мы любим, строительных материалов в основном, изготавливают таких больших рыб. Я в основном делаю сейчас сама кораблики, потому что основной персонаж этого перформанса, этой, получается, легендой о реке будут корабли. То есть на гербе города Тюмени кораблик... Легенда-то о Туре, да? Да, легенда о Туре, о основании города, о том, как вот, как бы удивительно, да, что мы вообще очень, получается, такая водная, водный город, потому что у нас на гербе кораблик, и вот как из поколения в поколение кораблей передавалась эта история, мы расскажем вот эту вот легенду. Какие еще постановки увидят зрители? Будет маленький спектакль с чемоданом. Это вот коллектив из Санкт-Петербурга Андрей Климака за углом. Приедет коллектив Унисон. Будет, получается, вот «Небесная карусель», который большой спектакль, ну, такой, достаточно с декорациями и с формой пройдет. Будет выступать у нас коллектив музыкальный. Будут два танцевальных... Музыкальный, наш, местный? Да, тюменский. Будет два тюменских коллектива «Квадрат» и «Зеро», да, если не ошибаюсь. И вот два танцевальных тюменских коллектива. Мне кажется, уже без них мы сложно представлять себе сны улиц, потому что обязательно кто-нибудь из тюменских коллективов, ну, танцевальных, показывает какой-нибудь из своих новых спектаклей на фестивале. Сбилось со счета. Сколько спектаклей? Двенадцать спектаклей мы покажем. Двенадцать спектаклей на разных площадках. Ну, да, да. Больше детских, взрослых. Вот 30-го в параллель, получается, мы поплывем по набережной с рыбками, а в другом месте города пройдет как раз танцевальные перформансы. Они вот более взрослый контент. То есть там музыкальная группа, там хореографические коллективы, туда советую приходить взрослым людям, ну, то есть там... Молодежи, да. А вот, например, конечно, 31-й практически все спектакли будут семейные и очень классные, такие вот именно детские, семейные. Вот, у нас еще приезжает коллектив из Тобольска. Вот мы с прошлого года, СМТ, как современный молодежный театр, мы с ним с прошлого года начали активно сотрудничать. Они в прошлом году показали спектакль в Тобольске, а в этом году в Тюмени. И мы очень рады, что постепенно, постепенно в Тюмене, ну, и в Тюменской области появляются уличные коллективы, за что мы активно ратуем. Слушай, ну, Сны улиц же тут прошлые фестивали проходили, как такое турне вы устраивали по югу Тюменской области. В этом году отказались тоже в связи с коронавирусом. Ну, вот 1 августа мы выедем, выедем. Это тоже секрет, какой город, господи. Нет, мы не в город, мы недалеко от Тюмени, муниципалитеты или не муниципалитеты. В общем, недалеко от Тюмени, в общем, решили, что все-таки стоит совершить небольшое турне, так скажем. Да, но решили, что все равно надо. Вообще, мой любимый формат – это муниципалитеты. Не знаю, почему меня это так радует, но каждый раз, когда мы ездили в Боровое или в Каскару, в Юмбаево, это просто потрясающе, это такие живые, настоящие эмоции. Прием отличается? Да, у меня очень много зрителей, они, мне кажется, сами в шоке от того, что вообще к ним кто-то приехал, но с другой стороны, какой-то просто… Ты слышишь вот эти комментарии, ты слышишь, как люди между собой пытаются понять суть происходящего. Мы ездили с самым простым спектаклем «Птицы», но что, какие там страсти уткотворятся внутри людей, для меня это просто вообще фантастика. Ну, то есть один из таких районов области вы все-таки посетите, и какой-то населенный пункт небольшой, так что зрителям нужно следить. Давай еще раз коротко по жанрам. Будет у нас театр из чемодана, танцевальные перформансы, клоунады, как обычно. Да, да, да. Клоунада, потом хореография, музыкальная группа, и что еще? Ну, вот и спектакль «Променад. Легенда о реке». Маш, спасибо тебе. А это была программа «Интервью». До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин